Всем привет! В жаркую Прагу. Уже вечер, я вышла немножко прогуляться, когда немножечко хотя бы жара спала. Пообщаемся. Тут сносят здание. Сегодня пообщаемся на тему, которая очень часто звучит в качестве вопроса на моём канале на протяжении всех лет, а именно о покупке недвижимости. Стоит ли по приезду сразу в Чехию покупать недвижимость? Есть. Мой короткий ответ – нет. Если интересно подробнее, то оставайтесь дальше слушать более подробно. Они следующей улицей проедут. Даже тем, кто долгие годы мечтал о Чехии и точно знал, что это будет Чехия, я всё равно не рекомендую покупать недвижимость сразу, за исключением людей, которые очень часто ездят в Чехию и очень хорошо её знают. Есть такие люди, которые могут и 10 лет подбираться, так сказать, к ней. То есть у них вроде как хорошая работа на родине, например, и вроде нет такого существенного довода уезжать. У них там достаток материальный, они могут себе позволить путешествовать. Они часто ездят в Чехию, хорошо в ней ориентируются. И потом где-нибудь ближе к старости, ближе к пенсии они решаются переехать. В этом случае, да, эти люди, как правило, очень хорошо осведомлены о городах, об их построении, обо всём. В остальном, если вы просто мечтали о Чехии, о Праге, и вы думаете, что вы 100% приедете и 100% останетесь, то с большей вероятностью я хочу вам сказать, что вам нужно взвешивать этот вопрос ещё раз. Покупка недвижимости очень сложный, очень нервный процесс, и он ещё чреват большой потери финансов. Если вы купите что-то не то, а когда вы только приезжаете в страну, вероятно, что вы купите что-то не то, очень-очень высоко, то вы потом, продав это, можете ещё и потерять деньги. Да, в большинстве случаев, в особенности в Праге, цены не падают на недвижимость. И в большинстве случаев это правило не совсем работает. Что вы потеряете, так это время и нервы. Но если вы в другом городе Чехии купите жильё, вы можете попасть ещё и на очень большую потерю денег. Сошла куда-то, где не шла никогда в жизни. Район Варшовицы. Поэтому очень часто, что толкает людей сразу же на покупку. Во-первых, у меня уже где-то есть видео. Нам, постсоветским людям, очень свойственно в рамках менталитета, что жильё это вообще самое главное в жизни. У чехов тоже очень сильная эта черта есть. Да и вообще у европейцев. В целом. Вот, но мы боимся переплатить вообще. Любых 2-3 месяца, в год. Если ты его там положишь, то я его там не хам. Год или сколько нам нужно. Мы просто боимся очень часто переплатить эти деньги. По факту, беря в расчёт стоимость недвижимости, особенно в Праге, зачастую то, что вы переплатите на аренде, там год и даже два, вам потом ещё сэкономит то, что вы будете покупать, перепродавать, налоги платить. Один только налог с покупки жилья в Праге от 5 тысяч евро будет вам стоить. То есть, если вы купите квартиру, продадите её и потом снова купите, вы уже только на налогах 10 тысяч заплатите. Поэтому ещё я бы сказала, что у вас есть очень солидный бюджет, с чем играться, если даже с математической точки зрения рассматривать, с чем играться, если говорить о том, что вы переплатите. И очень часто именно этого люди боятся, что они переплатят. На практике, как начинаются там налоги, с покупки, на землю, гонорар риэлтору, потому что вы ничего не знаете, вы 100% будете нанимать риэлтора. Куча затрат вашего времени, куча головников, куча всего вы выйдете на такую солидную сумму, что едва ли ваша полугодичная или годичная аренда будет являться такой уж большой разницей в этой ситуации, честно. Это просто вам... Как они вкусно пахнут, ребят, это просто вам совет бывалого, реально. Бывалого не то, что я не перепродавала никакую недвижимость никогда, я просто вижу, что эти ошибки вновь и вновь делают практически все русскоязычные люди, которые приезжают в Чехию. Очень многие еще эмоционально привязаны. Не только они считают, что жилье самое главное в жизни, но и им хочется скорее, чтобы новая страна стала домом. И психологически людям кажется, что если они обзаведутся здесь реальным домом, то эта страна быстрее станет их глобальным домом. И очень часто это чревато ошибками. По очень понятным причинам человек, который никогда не жил в Чехии, едва ли в состоянии грамотное решение принять о том, что такое покупка недвижимости. Во-первых, вы ничего не знаете. Во-вторых, вы абсолютно не знаете и не понимаете устройство города. Прага до такой степени разная в своих частях, что всю свою жизнь вы будете в буквальном смысле отказаны на ваш район. Это очень серьезная вещь, потому что это будет диктовать окружение ваше, ваших детей и так далее. Тут у каждого района глобально очень разный финансовый достаток. Разный уровень культуры, разный уровень всего. Есть до такой степени разные районы в Праге, что они как разные страны просто. Это я абсолютно четко вам говорю. И это с большего. На постсоветах такой разницы нету. Но в европейских крупных городах эта разница очень большая. Очень. Это первое. Второе, вы не понимаете, как работает транспорт, транспортная сеть. Где лучше гипермаркеты, откуда удобнее глобально добираться, какой район считается престижным, какой район считается ликвидным. Вы не знаете очень много факторов, и от того, что вам риэлтор там в течение 15 минут расскажет это, у вас знаний от этого не прибавится. Поэтому я бы очень не рекомендовала покупать сразу же по приезду. Вы очень чревато сделаете ошибку. И эта ошибка классически на моих глазах приводит к двум исходам. Либо люди потом смиряются и живут всю жизнь в районе, который им не нравится, потому что они уже первый раз покупали квартиру, и это было стрессово. Это была куча лишних проблем, им не хочется продавать. Либо они продают, и в этот момент они теряют просто астрономические суммы денег. Тут 100%. Нужно просто сначала определиться и понять. Потому что жилье в Чехии ни разу не дешевое в цикле недвижимости. Я рассказывала все о ценовой политике. И сейчас был кризис у нас ввиду пандемии. И сейчас цены даже во время кризиса вообще не просели ни разу. И сейчас все вернулось вообще в свое стабильное русло. Поэтому каких-то указателей на то, что цены будут меняться и падать, цены в Праге уже просто достигают берлинских. И, соответственно, это очень высокие расходы. Помимо того, что из-за того, что недвижимость дорогая, то и весь подход к ее покупке, он другой. Потому что большинство людей просто очень большие деньги инвестируют в ремонт. Я бы сказала, что в Праге суперпростой ремонт в квартире стоит где-то 30 тысяч долларов. Это даже без каких-то итальянских плиток и без всего. Если вы хотите говорить о каких-то итальянских и испанских плитках, это уже 50 тысяч долларов. То есть помимо покупки квартиры, очень многие люди, естественно, инвестируют в ремонт и понасмотревшись, как это делают люди в Европе, какие бывают стандарты этого всего. Помимо этого, начинаются встроенные шкафы, которые безумно дорогие тоже в Чехии. Они в среднем от 4 тысяч евро стоят. Хороший, нормальный шкаф большой. И так далее и тому подобное. Под это подгоняется техника, заказываются кухни. И все-все-все. Вот представьте, что вы все вот это накупите, все деньги туда абсолютно впахаете, типа продавая всех своих бабушек и дедушек квартиры на родине там. Что очень часто, это история реальная просто людей вокруг меня, да. И вы просто через год поймете, что вам этот район или эта квартира по каким-то аспектам не подходит. Потому что помимо района можно действительно ложануться еще и с самой квартирой. Построение и стандарты квартир здесь совершенно не такие, как на постсоветском пространстве. И когда вы еще не жили в стране, вы этого не знаете, не понимаете. И вы не понимаете еще, как оно бывает и как оно бывает удобно. У вас еще в голове стоит только картинка того, как вы вырастали, как вы привыкли. Вы будете подсознательно искать только похожую квартиру на то, что вы себе представляли. Но на практике, когда вы уже начнете жить в Чехии, бывать у людей дома, смотреть, какие бывают квартиры, вы поймете, что абсолютно другие стандарты существуют. И они могут быть намного более разумными и больше вам подходить. И это тоже сама специфика квартир. Она тоже разная. Потому что, например, очень многие люди из постсоветского пространства очень призгливо относятся к квартирам вот здесь, в самом центре города, где мы сейчас идем. Потому что у них ассоциация возникает с постсоветами, что если старое, оно значит все плохое, корявое и недоглежное. Поэтому очень многие наши люди абсолютно осознанно покупают недвижимость в новостройках. Переплачивая огромные деньги и плюс новостроек, практически нету в центре города, потому что их негде здесь строить. В итоге они соглашаются на очень второсортные районы, где-то супер далеко, где-то супер некомфортно, только потому, что они в голове, у них четко сидит понимание, что это должно быть новое. Пока они не поймут специфику, например, множество тут сравнений можно о старых новых квартирах говорить, но, например, такая специфика есть, что абсолютное большинство старых зданий, которые снаружи выглядят хорошо, это по своей сути новостройки. Я уже об этом рассказывала. В Чехии делается так, что остается только вот этот фасад передний, все здание, заднюю часть полностью срезают, и к этой передней части просто настраивают абсолютно новое здание. Поэтому оно с фасада выглядит у вас как старое, но внутри оно будет абсолютно все новое, плюс оно будет роскошное, там восстановят вам лепнину и все, и все. Если вы не живете в Чехии, вы в таких квартирах не бывали, вам будет заведомо казаться, что очень часто у людей случается, что эти квартиры старые, темные, там еще что-то, это вообще не так. Их перестраивают до такой степени, что они просто как новые. Точно так же, даже если здание было в хорошем состоянии, такое делается, то, о чем я рассказываю, делается, если здание было просто в критическом состоянии. Если же здание было в хорошем состоянии, у него будет глобальный ремонт сделан. И то же самое, это будут стандарты новостройки. Вам будут заменена вся канализация, все электрика, все перекладины в полах, и все, они разбирают полы полностью. Все эти трамы, как они называются, эти бревна огромные, которые держат этажи, все меняется полностью, все укрепляется. Там совершенно другие стандарты. Вы этого не будете знать. И так много-много нюансов, сейчас видео не о том, но много-много нюансов и подводных камней, которые вы, не вникнув в специфику жизни в Европе, старой, и как здесь все восстанавливается, вы просто не будете знать. И вы себя загоните в какой-нибудь район, фиг знает, какой совершенно не тот, который вам подходит, только потому, что вы хотели что-то новое, боялись старого, а по факту вы просто не знали, что оно такое же новое. Вот. Поэтому да. Я считаю, что это очень рискованное мероприятие, и на протяжении всех лет, сколько я веду канал, я вновь и вновь вижу эту логику. У меня люди постоянно спрашивают, я переезжаю в Чехию, стоит ли мне покупать сразу жилье. Или я переезжаю в Чехию, какой район вы посоветуете. Вот представьте себе, что я вам посоветую район. Мы с вами вообще друг друга не знаем, я не знаю ваших специфических потребностей, да, то есть я вам посоветую, окей, покупайте винограды, вот. Это мой самый любимый район. И что, вы побежите здесь покупать, потому что я так посоветовала. Это же не работает, это надо почувствовать эту динамику. Вам надо пожить в городе, вот как не крутите. Не просто пройти здесь два раза, чтобы вы были как туристы, вы здесь прошлись, а, ну да, здесь красиво. Это не так. Вы должны посмотреть на людей, на детские сады, школы, в которых предстоит вашим детям учиться, на больницы, на понять близость всего. То, что виноградов, например, хотя это один из самых элитных и востребованных районов Праги, есть очень сильные финты. Без машины здесь довольно тяжело жить, потому что здесь поблизости абсолютно нету никакой инфраструктуры. Это чисто очень красивый район. Здесь можно модно жить, модно гулять с колясочкой, ходить по кафешечкам. Но магазинов тут очень мало, супермаркетов тут фактически нет, гипермаркетов здесь нет ни одного. Поэтому здесь единственный приближенный к виноградам торговый центр, это Флоры, это самый маленький пражский торговый центр. Он забит до такой степени, там крохотные магазины, там полностью все забито людьми. И в супермаркете там единственном на весь огромнейший вот этот район. Там просто не протолкнуться, там никогда вообще товаров нет. Если вы вечером придете, там выйдет и все полки просто. То есть не погуляв хорошенечко по Праге, не насладившись этим городом, не изучив каждый конкретный район, вы просто этой специфики не будете знать, что на виноградах вам нужна машина просто. Потому что здесь нет метро фактически, потому что здесь ограниченный транспорт, здесь слабая инфраструктура, но зато здесь офигенно красиво и так далее. То есть каждому свое, да? Каждый, кто на что равняется, тот на то равняется. И так у каждого района. Так у каждого района есть своя специфика, которая делает ту самую штуку, когда другой человек просто не может вам посоветовать. Он просто может сказать вам какие-то вещи. И опять-таки, я могу сказать какие-то вещи, но я ведь обращаю внимание совсем не на те вещи, на которые обратили бы вы. Поэтому 100% в год это минимально то, на мой взгляд, от чего нужно отталкиваться. Отталкиваться интенсивного знакомства с Прагой. Интенсивного. То есть я 14 лет, я хожу на свидание с городом. Я постоянно смотрю, я слежу, что открывается. И мне это безумно интересно. У меня есть отношение с моим городом, и я его знаю очень хорошо. Но далеко не все районы. Есть просто районы, которые я съездила там. Вообще не моя эстетика. Я просто глобально забила на них и вообще туда никогда не возвращаюсь. Есть такое. Вот поэтому... А у меня есть друзья, которые живут в этих районах и говорят мне об этих районах, что там просто рай на земле. Вот это забавный факт, да. Поэтому все даже в рамках одного окружения мы совершенно по-разному смотрим. И вам предстоит это. Вам предстоит познать это в город, посмотреть на динамику, посмотреть на количество зелени, на ваши личные предпочтения. И только потом начинать думать о покупке жилья. Вот так. На мой взгляд, чтобы не лажануться эмоционально, финансово, нужно поступать именно так. И по времени покупка жилья это очень трудозатратное. И по времени покупка жилья это высокозатратное дело. Я просто говорю это однозначно. Это требует очень много времени. Очень много всяких инстанций, много времени, много переживаешь, пока ходишь по этим просмотрам. Ты вмещаешь себя в это жилье. Постоянно ты эмоционально. Это... Когда ты покупаешь квартиру, ты постоянно находишься в этом. Вот 4 месяца ты будешь ее покупать. 4 месяца ты будешь ее, например, выбирать. И ты постоянно внутренне проживаешь вновь и вновь это. Потому что ты посмотрел одну, ты приходишь. Это же не так, что «А, теперь фильм буду смотреть». Нет, ты начинаешь думать, вмещать себя, свою семью, свое будущее в эту квартиру. На завтра другая, третья, четвертая. И ты ходишь по этим квартирам. И постоянно это эмоционально, очень затратно. Я... Мы, наверное, месяца три искали. Я так устала тогда. Я устала так, что я уже просто... У меня реально отключалась голова. Потому что я себя пыталась вместить в эту концепцию, в эту новую жизнь постоянно. А потом, когда мы выбрали, начался процесс покупки. И он такой же трудозатратный. И такой же нервный. И такой же длительный. И... В общем, я бы точно в ближайшее время даже близко не хотела себя погружать во второй раз в покупку. Вот честно говорю. Это не та покупка, которая во время процесса дарит радость. Покупка квартиры дарит радость только когда вы закончили ремонт и заселяюсь туда. Всё, спасибо за внимание. Надеюсь, это видео помогло. И пока-пока.